друзья всем доброго утречка и продолжаем наши репортажи у нас италия и где-то в районе вероны мы проезжаем по промзоне или как торговые такие все но еще 742 я не знаю то ли не проснули здесь но как-то это все но либо еще пока от коронавируса еще не воспряли либо же но вот слева я не знаю что то работает не работает какое-то вот заведение у меня же здесь до загрузка зная первая загрузка у меня кофем было кофе загрузился и все сейчас автосалоны я не знаю 742 а саке не работают я не пойму вот что-то 8 или 9 заправка дизель 124 пускай будет даже вот так нормальная цена не слишком обычная такая через 100 метров въедьте на дорогу с круговым движением а затем съедте используя 3 съезд используйте 3 съезд 3 съезд ну вот справа здание так вот здесь оно что-то такое уже затухло потому что так что не везде все видите классное процветание как говорится есть свои моменты где-то затухает производство где-то как-то так а у нас до километра 200 до загрузки название как то юлиус вот уже слева юлиус какой-то а так это он и ездишь хочу так заезд куда ничего не понял ладно сейчас нара там развернемся дальше пропустим эти машинки нара пускай они там едут нервничают сейчас мы развернемся на спокойнее как говорится и определимся уже заездом я так думаю здесь должен быть кружочек какой-то ронда для того чтобы раскрутиться что-то через 100 метров резко поверните налево видите нету резко поверните налево а этот не могу развернуться не как ладно поедем чуть дальше перепроложить показывать через километр ну проедемся лучше лучше лишний километр бат чем нежели сейчас скрутиться и не дай бог кого-то зацепить хвостом и так у нас времени 7 часов 47 минут утра сегодня у нас 17 07 за бортом плюс 20 кстати проезжал буквально так видно даже он тротуар и мокроват такие короче дождик прошел освежило пыль прибила нормально сейчас комфортно вот так вот мы пока доедем наша фирма тоже с 8 работает но как раз сейчас без без десяти и грубо говоря пока развернемся доедем и четенько все будет готовьтесь через 800 метров въехать на дорогу с круговым движением можно было вот здесь справа так как проект по второстепенной вот так вы выехать и ну потом стоять ждать весь грузовой вернее весь поток автомобильный чтобы просто слева и с правой стороны тяжело выехать на левую сторону а так на кругу нормально кстати вот моменты такие есть видите автомобиль стоит значит можно здесь и запарковаться и вам и бургер кинг справа и лидл и вот так это надо для себя обозначить метров въедьте на дорогу с круговым движением а затем съедьте используя четвертый съезд блин такой ванного вот четвертый съезд справа вот тоже машинки стоят видите вдоль то бишь как говорится можно запарковаться это когда время заканчивается и на автобане там стоять ну нету интереса как бы то вот здесь конечно вот прикольно кстати для себя то сейчас пометить это все если даже получается какой-то уикенд вот здесь даже можно притулиться и зато выход ворот недалеко чтобы можно было прокатиться посмотреть что-то опять же магазины опять же все это есть работает насчет удобств туалет я думаю в эти бургеркинги там без вопросов эти торговые центры опять заходишь и там без проблем с этим единственное что душ нету ну душит такое дело уже как говорится есть у меня авто душ собой канистру ставится такой насосик кидается и как на присоске я не знаю я может когда покажу это видео что сделаю какое-то вот приспособление но она принципе в интернете есть такое приспособление там 12 вольт 24 вольта довольно принципе ну классно мне нравится хотя и без него обходились приспосабливались как-то вот вы превышаете допустимую скорость вот вот наша фирма юлиус мы вроде бы так ладненько друзья я пока отключаюсь а пока пойдем узнавать что куда как просто потом включимся так друзья ну что все нормально загрузились хотя скажу так там три полета не влезло что-то у меня вот да загрузили меня кофе мы уже в вакууме вакуумировано такое вот получается не знаю как они там считали но ничего то есть посмотрели я говорю ну три полета явно не лазит а ну как мне и и не нужно что под самые двери потому что там надо велосипед поставить водичка так слева какие-то магазины справа тоже что-то вот вот здесь реально там можно даже и какую-то паузу крутнуть и заехать и реально даже ну вот здесь даже справа вот можно стать пойти там помогли но этот автосалоны какие-то и как видим время уже 9 45 ну работает все работает слева что-то вот магазин одежды а это вообще-то хотелось сказать на работа ранее сказал это верона нет это они рыберона это венченца вот район может быть такой торговый здесь какой-то не кросс и что и наше направление снова австрия и снова не доезжая вены вот где-то там у нас будет выгрузка но скорее всего это будет на понедельник так здесь надо въехать как-то ровно аккуратненько хорошо готовьтесь через 850 метров ехать на дорогу с другого надо прочувствовать поворот тем более радиус такой как раз и не затягивать чтоб там на вот на желтый какой-то отбойник какой-то чтоб с левой стороне заехать и справа тоже как бы не ну чтоб не тернуть прицепом не повредить себе ну короче такие вот моменты ну это уже мне кажется с опытом мне кажется как-то вот на прочувствовать машину и уже знать как-то выворачивать так да выгрузка скорее всего там в понедельник наверное будет потому что сегодня у меня до выгрузки получается 667 километров но вряд ли сегодня я как бы доехать может быть физически и смог бы ну если таха мне разрешила конечно это раз во вторых мне принципе спешки как бы нет ну не нужно доедем мы в субботу ну там буквально перед фирмой там есть паркинг большой то есть как бы нормально и в субботу можно подъехать и заодно я и пауза 45 часов получится у меня на понедельник на утро но не знаю опять же смотрел от того паркинга до центра вены 24 километра велосипедом не знаю как соберусь ли я духом рискнуть как говорится 600 метров ехать прокатиться желание есть конечно желание есть рвануть туда и но опять же посмотрим что с погодой вот как состояние будет мое физическое как ну короче не знаю моменты а так конечно прокатиться по центру вены пофоткать что то даже заехать в сам центр ну я бы хотел бы конечно ну и заодно для себя и я не знаю для вас может быть ну скорее всего для себя первая то очередь поставлю очередную галочку как бы да поставить бы опять же приставка бы посещение столица Австрии едьте на дорогу с круговым движением а затем съедьте используя почему бы и нет кстати у меня здесь недалеко там живет племянница используйте моей жены так и первый съезд вот не знаю если я созвоню с ними если приедут меня забрать но я не знаю опять же может у людей свои какие-то планы на этот уикенд какие-то были и нагружать их своим как бы присутствием и все такое то есть как бы я не знаю что-то я как-то не люблю чтобы знаете как-то из-за меня люди как-то страдали ну в кавычках страдали вот может быть что-то спланировали куда-то поехать или что-то сделать а тут приехал гость тем более она у меня на свадьбе у нас с Ирой она была старшая свидетельницей вот ну не знаю я еще не созвонил не созвонился и не знаю вы превышаете допустимую скорость как-то вот так вот Винченцо вот знак был Винченцо я не знаю как он то ли располагается по две стороны дороги автострады слева и справа на дороге с круговым движением ну много таких фирмов видно вот предприятий всяких что-то делают и ну короче бурлит движение ай на половину направо через 100 метров поверните направо на дороге с круговым движением съедьте используя первый съезд я засмотрелся на навигацию ну надо смотреть еще раз по знакам видите Милан Венеция вот как рано нужно туда вот просто вот это справа дорога она как раз покороче делает готовьтесь через 700 метров держаться правее ну и вот он автобан А4 сейчас мы как-то на платку заедем так, 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 так не должно быть давайте поменяем полосы вот он телепас так, все горят там что-то застрял давайте вот сюда поедем давайте вот сюда поедем давайте вот сюда поедем вот он телепас так, все горят так, все горят все друзья дальше едем а4 в сторону венеции и как-то так дорога уже принципе накатанная не знаю снимать там смысла как бы нет на ладно друзья едем до новых выпусков